Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». По традиции в это время по четвергам у нас случается маленькое чудо. Итак, в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов. Здравствуйте, друзья. Мы с огромной радостью сообщаем вам сегодняшний концертный зал имени Маргариты Пазаян. Привет. Здравствуйте. Марго, дорогая, мы очень рады тебя видеть. Наконец-то уже и с бэндом, потому что ты у нас была в гостях на программе «Лучшая страна». Мы говорили, смотрели твои клипы. Ну а теперь, конечно, с удовольствием послушаем тебя, живем. Расскажи нам, кто сегодня тебе будет помогать. Сегодня мы достаточно усеченным коллективом пришли сюда, в студию, сыграть такой, больше, наверное, акустический концерт, потому что, конечно, когда эти песни звучат в полных аранжировках, это очень громко. Вот. Поэтому для вас сегодня играет Александр, Павел, Никита и я. Ребята, привет. Спасибо. Ребята, здорово. Как-то называется у тебя музыкальный коллектив или просто группа? Нет. Имени Маргариты Пазаян. Это называется, как концертный зал наш, конечно. Хорошо. Сегодня все имени меня. Что мы будем слушать? Какие песни? Расскажи немножко, да. Сделай анонс. Сегодня мы будем слушать песни исключительно из моего репертуара. Так. Наверное, 90% это песни, написанные мной самой. Угу. И также моей подруге Катя Ковская. И есть еще текст песни. Мне помогла написать замечательный автор Лилит Гулакен. Так что, в общем, сегодня я предлагаю вам прям ассортимент своего репертуара. С чего начнем, да? Давайте мы так и начнем. А давайте начнем наслечь солнцу. Несмотря на то, что у нас зима на дворе, а солнышко-то тем не менее хочется. Оно и зимой помешает. Ну давайте вот о нем и споем. Расставание по плечу Только не хочу Слышишь, не хочу Ты со мной и я лечу К небесам лечу Средь планет навстречу Солнцу, звездам Навстречу семи ветрам Я не знаю Сколько времени прошло Я летаю Только если ты со мной не растаешь Это небо подо мной Я летаю Если ты летишь со мной Закрываю я глаза Счастье бьет в висок Есть еще часок Чтоб обдумать и понять Если в этом долг И бросок Навстречу солнцу Звездам Навстречу семи ветрам Я не знаю Сколько времени прошло Я летаю Только если ты со мной не растаешь Это небо подо мной Я летаю Если ты летишь со мной Одна звезда Еще одно свидание Одна слеза И снова раздавание Желание нас зовет И мы с тобой вдвоем Полетели Летим Навстречу солнцу Звездам Навстречу семи ветрам Я не знаю Сколько времени прошло Я летаю Только если ты со мной Не растаешь Это небо подо мной Я летаю Если ты летишь со мной Звездам Звездам Свою песню, потому что у нас этот клип потрясающий в эфире, он правда очень солнечный. Он дарит правильное настроение, энергию, которая помогает тебе дальше тоже делать что-то хорошее и положительное. Марго, дорогая, ты как участница, бывшая участница проекта «Голос» на сегодняшний день уже же сама являешься наставницей в проекте, который идет на телеканале «Мир», да, если не ошибаюсь? Да, от себя. По «Весь голос». Ну, расскажи, пожалуйста, это же, наверное, два разных абсолютных ощущения. Здесь ответственность ты несешь отчасти и за своих подопечных, что ли, да, можно так сказать? Да, это действительно две разные истории. Одно дело, когда ты участвуешь как подопечный, когда ты сам конкурсант, конечно, переживания, они где-то схожи. Такой студент, ученик немножко там, да. Учения есть и там, и там присутствуют, потому что в первом случае, когда я была сама участницей, конкурсанткой, я была ответственена за себя, чтобы не подвести своего наставника. Да, конечно, тоже. Я поэтому понимаю своих ребят, они тоже очень-очень трогательные, они тоже переживают и не хотят меня поставить. Ребята что поют вообще? Какие песни? Ребята поют, на самом деле там очень такая обширная программа музыкальная, репертуар достаточно такой разношерстный. То есть они поют и песни Дмитрия Маликова, и тут же они поют хит страны, и вот они уже поют народную какую-то, национальную песню, а потом оп, и Олег Газманов. Вся палитра. Да, да. И вот, кстати, завтра эфир как раз в пятницу будет творческий вечер Олега Газманова, и мои ребята поют замечательную песню из его репертуара. И при том мы еще все вместе поем песню, которая называется «Мы вместе». В общем, на самом деле ощущения такие очень приятные. И я, конечно, себя ощущаю в некоторой степени бигбоссом. Бигбоссом? Это да. А мамой, мамой тоже себя ощущаешь? Мама, наседка, да. Ношусь с ними туда, что ты споешь, что ты наденешь. Каждому обязательно как-то куда-то посмотришь. Даю свои наставления. Конечно, стараюсь не перебирать, потому что понимаю, что в их сейчас в голове и так много информации. И если сейчас я их еще перегружу своей, то они просто запутаются, глаза будут бегать. Скажи, а правда это, что педагог гораздо больше волнуется, чем тот человек, ученик, который стоит на сцене во время исполнения? Наверное, это индивидуально, но я дико волнуюсь. Я прям сижу, не дышу, у меня все поджилки трясутся. Вот так вот пропеваешь песню вместе с ними. Да, да, и это так видно, и так странно. Я смотрю на себя, думаю, ну что это за лицо? А я такая перекошенная, вся в песне, в этом артисте, который сейчас выступает на сцене. И вообще абсолютно не думая о том, как я в данной ситуации выгляжу. Они чему-то учат тебя? Как ощущаешь? Они, я ощущаю, да, вообще сама ситуация очень многому учит. И я, конечно же, сейчас уже спустя некоторое время съемок, уже набралась, конечно, опыта. И я понимаю уже сейчас, как нужно действовать дальше. И вот, даст бог, будет второй проект. В тебе зарождается продюсер. Отчасти, да. Будет второй проект, и я уже понимаю, как нужно действовать, какой репертуар подбирать. И, конечно, становлюсь более опытной в этой части, потому что в данном проекте, в первом самом, мы, конечно, все вот по наитию идем. Ну, а значит, получается, что и сама по себе педагогическая деятельность тебе не чужда? Абсолютно не чужда, поскольку, во-первых, мое второе образование – это педагог вокала. Более того, я преподавала до проекта. Но потом просто времени стало катастрофически мало, и я не смогла уделять должного внимания. А поскольку я считаю, что все-таки педагоги, они должны отдаваться своему делу, поэтому я и не лезу. Ну, а сама вот так вот ходишь по педагогам, вдруг что-то хотела бы еще совершенствовать в себе. Хожу, хожу, потому что… Ты занимаешься, правда, до сих пор? Ну, вообще, очень редко, честно скажу, я занимаюсь вокалом, хотя надо чаще. Но только если понимаешь, кто тебе действительно может что-то дать, да, наверное, в этом случае. Во-вторых, когда какой-то ответственный концерт, обязательно хожу, распеваюсь, либо это какая-то запись в студии, потому что, как мне кажется, да, и, наверное, это правда, ведь наши связки – это те же самые мышцы, их нужно тренировать, равно как и спортсмены тренируются, обязательно держать себя в форме. То есть они же не всегда выходят на… куда там они выходят? На арену, да, и тут же начинают. А прежде это длительные тренировки в зале. Соответственно, вокалист не исключение, здесь нужны тоже тренировки. Маргарита, у нас такая программа, здесь мы тоже вынуждены заставлять наших гостей тренировать, тренировать мышцы музыкально. Мы прервемся ненадолго, и после чего послушаем с удовольствием тебя. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие – Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дорогие друзья, три мастера инструмента и Маргарита сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Итак, Маргарита Пазаян, следующий номер нашей программы – песня. Песня, которая называется «Самбари Теоми». Вау! «Самбари Теоми» 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 «Самбари Теоми «Самбари Теоми» 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 надевать лыжи. Ну, она как раздевалась, кто-то не заходила. Ну, девочки переодеваются, пусть переодеваются. Главное, что вовремя на урок стояли в линейку. Скажи, пожалуйста, а как ты поняла, что вот все-таки голос у тебя не такой, как у всех, а голос особенный? А я, честно сказать, каждый день пытаюсь понять, он у меня особенный. Особенный, да. Да? Да. Ну все, тогда я перестану. Очень красивый. Поиски ненужные. Очень красивый. И как в детстве это все у тебя начиналось? А меня как-то всегда выделяли. То есть в детском саду обязательно на утренниках я пела. Я помню, поехала в лагерь Артек, выиграла путевку в Артек и поехала значит... Как ты выиграла путевку? В конкурсе участвовала. А, как раз песен, так. Победила, да-да-да, победила лет мне. Вакансий? 14 было, да, и поехала в Артек. И там тоже весь отпуск пропела, наверное. И там, получается, так, да, что наша вожатая там организовывался какой-то спектакль, и меня взяли на главную роль там Орфея Евредика, я была Евредикой. Боже мой. Серьезный репертуар-то. Скажи, пожалуйста, а что за песня, которую ты маме спела, и после этого мама действительно поверила, что музыка — это плане тела? Ну, я и много, на самом деле, песен пела. Когда я хотела уже участвовать непосредственно в конкурсе, чтобы как-то себя проявить и вообще свои силы попробовать оценить, то это была песня, я почему-то выбралась. Сейчас, наверное, я бы ее не пела бы, но тогда мне казалось, что «Алмаз», песня «Алмаз» Алисы Мон, это вот именно та песня, с которой я хочу участвовать в конкурсе, вы не поверите, я заняла гран-при. Мне очень нравилась эта песня, как раз когда она появилась, я обожала. Ну, я ее тоже очень нравилась. Она просто была такая, не такая, как все остальные, на тот момент, по крайней мере. И она мне очень нравилась. То есть с англоязычной я как-то, наверное, не рискнула просто выступать сразу. Потом, конечно же, это все было и англоязычной, и потом уже сейчас, и не только. Так, и на армянском языке. И на армянском. Ну, более того, в моем-то репертуаре имеется песня собственного сочинения «Сестра по духу». Армянский текст, конечно, написала не я, но, в общем, музыка принадлежит абсолютно и точно мне. И эта песня называется «Сестра по духу», и там прям припев. Да, 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 очень красиво. Ну, прям он много раз повторяется. Ну, он, в принципе, олицетворяется с собой куплет по смыслу. Сестра по духу, подруга, в общем, ну, вот такая вот песня. Ну, а писать начала уже, будучи студенткой, да? В детстве там ничего не сочинала. Нет, ну почему? В школе писала, писала стихотворения какие-то. Но у меня всегда играла музыка. Даже когда я стихи писала в голове, у меня на эти стихи всегда какая-то музыка играла. То есть она мне давала толчок для того, чтобы писать стихотворение. Ну, и потом как-то пошло-поехало, и вот где-то, наверное, лет с 15 так вот прям конкретно пишу. Я хочу спросить, у Маргариты она сейчас наблюдает за происходящим на проекте «Голос». Может быть, есть какой-то любимчик, за кого ты искренне так болеешь, желаешь удачи? Какая-то мезонсцена так в группе. Рассказывай. Я слежу, да, стараюсь. Я не всегда смотрю в прямом эфире, ну, точнее, вместе со страной. Все чаще, конечно же, в интернете. Мне очень нравится, тем более участвуют несколько моих друзей. Там уже участвуют артисты, уже известные. Состоявшиеся. Тоже, да, 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 да. Ну, это, в общем-то, произошло, наверное, только в первом «Голосе» не участвовали состоявшиеся артисты. Хотя, на мой взгляд, как мне кажется, там участвовали как раз-таки очень состоявшиеся артисты. Другое дело просто, что они еще на тот момент малоизвестны были, не признаны. Это я сейчас не о себе, но я о себе тоже. Вот. В этом проекте участвуют очень талантливые ребята. Я знаю, да, Арсения Бородина. Я его... Лично мы прям не дружим, но он очень талантливый парень. Могу его очень выделить. Брэндон Стоун. Да, да, Брэндон Стоун. Да, это все мои друзья. Мне очень нравится парнишка Дэвид. Я не помню, как его фамилия, к сожалению. Он иностранец, по-моему, из Малайзии, что ли. Очень прикольный тембр у него такой с хрипом. Мне кажется, там потенциал хороший. Кто-то из артистов совсем недавно был у нас в эфире. Кое-что сказал про проект Голос, но я скажу об этом. После короткой рекламы. Мы вернемся скоро. Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, Маргарита Позаян сегодня в гостях у Страны ФМ. Мы слушаем чудесную музыку и разговариваем на интересные темы. Маленький, коротенький вопрос к Маргарите. Так вот, у нас на днях был участник текущего проекта Голос, как раз шестого Дмитрий Янковский. И он сказал такую вещь. Я считаю, что проект Голос, он как раз-таки более полезен для уже добившихся какого-то результата артистов. То есть, которые, может быть, как раз не имеют еще такого огромного количества поклонников, но однако, которые известны. То есть, это такой действительно толчок. Они получают там больше подписчиков, и как-то, как-то, как-то можно двигаться дальше. А если все-таки идет человек, который совершенно никому не известен, но, как правило, потом ему все равно тяжело, он все равно остается сам собой наедине и не движется дальше. Ты как считаешь? Я с ним отчасти согласна. Действительно. И в последнее время это прям становится достаточно частым случаем, когда ребята именно те, которые уже имеют какое-то имя, по крайней мере, в Москве их очень хорошо знают, они имеют какой-то подспорь. То есть, у них есть песни, у них есть, например, даже альбомы, клипы. Да, их знает, в общем-то, маломальски страна. Да, они приходят и получают действительно такой большой толчок хороший в виде прямых этих эфиров и сумасшедших рейтинговых этих показов на первом канале. И, конечно, да, потом дорога и свет зеленый у них. Тем, кто не имеет всего этого, конечно же, выходя с этого проекта, я так называю нас птенцами, в общем, мы вылетаем. Что ты пожелаешь таким людям, да? Я им пожелаю как можно быстрее выйти с проекта, записывать свои песни, ловить вот просто волну и на ней по максимуму прокатиться. Потому что это, вот если сразу не поймала эту птицу счастья, потом догнать ее будет невозможно. Музыкальный серфинг, в общем. Да, есть такой момент. Что мы будем сейчас слушать? Я вот думала, думала и решила, давайте сыграем песню «Секрет». Никто не против. Еще бы. Когда я рядом с тобой, я боюсь пугнуть птицу счастья. Ты своей сильной рукой от меня отвел все ненасти. Заставил сердце мое в новых ритмах биться. Я не могу, не хочу повернуть назад, остановиться. Мне бы обнять тебя, но нельзя. Рассветы с тобой встречать, но нельзя. Ты мое, да. Среди сотен тысяч нет. Мой самый, самый, самый главный секрет. Мой самый, самый, самый главный секрет. Я не хочу больше думать, я выбираю сердцем. Моя любовь к тебе, как кофе с острым перцем. Поцелуи твои мурашками по коже. Ответь мне, ну почему ты стал мне всех дороже. Мне бы обнять тебя, но нельзя. Рассветы с тобой встречать, но нельзя. Ты мое, да. Среди сотен тысяч нет. Мой самый, самый, самый главный секрет. А мне бы обнять тебя, но нельзя. Рассветы с тобой встречать, но нельзя. Ты мое, да. Среди сотен тысяч нет. Мой самый, самый, самый главный секрет. Мой самый-самый-самый главный секрет Мне бы обнять тебя, но нельзя Рассветы с тобой встречать, но нельзя Ты моё, да, среди сотен тысяч нет Мой самый-самый-самый главный секрет Мне бы обнять тебя, но нельзя Ты моё, да, среди сотен тысяч нет Мой самый-самый-самый главный секрет Мой самый-самый-самый главный секрет Жизненная песня. Маргарита Пазаевна, программа «Концертный зал», телерадиоканал «Страна ФМА». И, кстати, эта песня тоже у нас в эфире крутится. Рит, а когда же будет пластинка-то? Вот. Вот. Такой самый щекотливый вопрос. Ну давай, да. Расчекотим эту тему, да, расскажи. Я просто уже хотела даже к концу года выпустить. А потом мне умные люди сказали, столько праздников. У меня день рождения. 22-го, да. Ну как раз бы и выпустила на день рождения. Ну нет. А там дальше Новый год. И опять же какая-то суета, мне кажется, это все потерялось бы. Не хочется. Хочется все-таки пробуждение. Рождество. Там будет у нас 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Какой праздник? Вот где-то между 23 февраля и 8 марта, я полагаю. А чтобы так и мужчинам защитникам отец. Ну в общем с наступлением весны, я полагаю. Да, когда все будет расцветать, оживать, просыпаться. И вот здравствуйте, вам мой альбом. Отлично. Хочется верить. Ну я думаю, что как раз закончим к этому времени. Там будут только твои песни, да? Ну практически, да. Вот эту песню мы играли, тут как раз Катя Ковская написала моя подруга. Вот, еще у меня на кухне. Мы с ней музыцировали, музыцировали, и вот эта песня родилась. У тебя соседи очень такие меломаны, наверное. Да, кстати, аптечка. А почему нет? Потому что это было действительно очень поздно. Я не знаю, как это они даже не стучали батареи. А дома не раскрываешься вообще? Ну, значит, хорошая песня. Иногда мычу. Вчера играла. Ну, вроде не реагирует. Не знаю. Пока, я же говорю, по батареям не стучат, не шумят. Значит, все нормально. Ну, я постараюсь, конечно же, после 23-х вести себя порядочно. Молодец. Узнали, что с альбомами, рассказывай, что с клипами теперь. Ну, а клипы, вот как только я выберу, конечно же, песню, на которую я захочу снять клип, есть уже у меня задумки на этот счет. Песня-фаворит, на которую хотела бы... Ну, наверное, да. Потому что очень часто, когда я исполняю эту песню в концертах, очень многие спрашивают, а песня-то готова? Клип есть, люди, которые, в общем-то, с каналов как раз такие, с музыкальными. Мы как раз те люди, да. Да, и вот вы, да, кстати, скажите, те самые люди, которые меня очень много спрашивают, будет. И, кстати, сегодня мы ее тоже сыграем. Я думаю, что да, на нее обязательно будет снят видеоклип. А вот что касается наступающего года, ты уже сказала, что туда именно перенесла выпуск альбома своего. Что-то есть у тебя запланировано? Ты планируешь вообще вот так вот свою жизнь на ближайший год какие-то цели, задачи себе пройти? Да, планируешь. И движешься в чечении. Ну, не всегда, конечно, получается так, как планируешь, но, тем не менее, я не отступаю от своих желаний и целей. Просто переношу на более поздний срок, так хорошо. Да, 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 я просто понимаю, что ну ладно, не сейчас, но это сто процентов будет. И у меня нет никаких сомнений по этому поводу, потому что пока все, что я планировала, причем начала это планировать класса шестого или седьмого где-то у меня были цели определенные. На уроках химии сидела, что ли, и писала там себе, как это происходило? Нет, нет, в школе я училась, я отличница, я училась прям в школе. Это в институте я рисовала, а в школе я как надо училась. И были у меня планы, которые впоследствии осуществились, сейчас я поставила новые себе цели и опять же к ним иду постепенно. Ничего не записываю, просто двигаюсь и делаю что-то. Ну когда бьют куранты в ночь с 31-го, на первое. Да, глотаю бумажки или что это, остается один. Заранее записываешь? Да, это я делаю. Я не знаю, насколько это действенно, но я записываю. У тебя большой список бумажки этой? Нет, глотать в том неудобно просто. Это ужасно, невкусно, Рома, это правда, отвратительно. И понимаешь, что все делают, да. Маленький-маленький кусочек бумаги, чтобы прям вот закрепить шрифт. Да, как в телеграммах, знаешь, без предлогов. С другой стороны, слово Грэмми, оно короткое. Согласна. Да. Спасибо. Вот. Спасибо. Можно. Вот. Ты понимаешь, я тебе плохого не посоветую. Отличный совет, точно. Тем более, бумажка маленькая. Ну, за эту, как говорится, надо спеть. Согласна. И споем мы, наверное, как раз эту песню, про которую я говорила, Walking Away. Она называется. Идет настройка в коллективе. Идет настройка в коллективе. Идет настройка в коллективе. Идет настройка в коллективе. Продолжение следует... 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 Она называется, она еще пока, ну, она не называется никак, то есть это вот Ануш Саакян, Бай Маргарита Пазаян, в общем, как-то так. То есть мы просто вымесили наши с ней логотипы, и получилось вот такое вот общее творение. Это тоже на следующий год. Ну, ты к этому пришла, почему? Потому что не нравится то, что предложено на рынке? Очень часто, да. То есть я вообще всегда гонюсь за качеством, для меня это очень важно. Фактура ткани, качество пошива, и я в этом плане очень придирчивая. И понимаю, что то, что мне нравится, как сшитое, из какой-то ткани, оно, конечно, и стоит-то, и это от какого-то кутюр обязательно. А хочется, и понимаю, что можно ведь делать самой, и можно делать хорошо, и качественно, действительно, для себя. Тем более, что я этим давно занимаюсь, я ведь отшила себе не одно платье, да, и концертное, и повседневную одежду, поэтому... Ой, ты молодец, сколько. То есть ты сама за машинкой сидишь и... Ну, нет, это в детстве я сидела за машинкой. Кстати, да, я шила, у меня просто тетя швея, она шила мне платье, а я миниатюрки для кукол шила. Причем машинка у нее была электрическая, а у меня была бабушкина. Чайка, зингер. Я все, вплоть до розочек, я все копировала, и вот у меня все куклы были очень нарядные всегда. Вот, поэтому, наверное, вот с самого раннего детства это у меня любовь осталась. Ну, в общем, я так понимаю, что ваша линия одежды, она будет на... по кошельку, по стоимости доступна абсолютно. Да, да, именно вот такого, да, мы именно этого отбиваемся, такого эффекта, потому что нет смысла делать, опять же, российскую одежду по цене зарубежных брендов. Ну, какой смысл? Да, да, не надо, пожалуйста. Мы же хотим для своих, своих по-человечески. Это можно, знаешь, отдельную какую-то линейку выпустить, такую, да? Скажи, только я могу ожидать вот этой радости, или роман тоже может рассчитывать? Вот я, кстати, хотел, да, меркантильный тоже. Пока, к сожалению, только со шеей. Да, только для девочек. Скажи, пожалуйста, вот этот период пока, он сколько будет длиться? А вот как, блин, первый, каким будет он? Пригорит или нет? Коман? Если у тебя есть, роман, какие-то идеи, зарисовки, наработки, высылай. Ритя, она с удовольствием рассмотрит. Слушай, я могу просто своими рисунками оскорбить ее чувство прекрасного. Поэтому пусть лучше кто-то там, знаешь, специально обочины нарисует. Ну, а картины? Я подумал. Картины у тебя вот есть какие-то, может быть? Картины? Да. Ну, нет, это было в детстве, в школе, в основном, зубными пастами рисовали еще тогда, когда не было белых красок. Нет, сейчас я, иногда бывает такое дикое желание нарисовать, у меня даже было однажды такое, что я сорвалась к вечеру в магазин канцелярии, да, и закупилась, в общем, мольбертом, красками сидела, рисовала что-то там. Потом, конечно, это как-то подуспокоилось, я прошло, это у меня желание дикое. Но вот желание рисовать эскизы, моделировать одежду, как-то не проходит вот с детства. Как тебе кажется, что еще могло бы быть тебе интересно? Ну, я не знаю, может быть, салон красоты, может быть, ресторан. Мне кажется, мне там делать нечего. Нет? В ресторане тоже делать нечего? В ресторане тоже делать нечего? В ресторане мясота, потому что я человек как раз воспитанный на вот ресторанной культуре музыкальной, я там уже все видела. Хорошо. Ну, а туристический бизнес? Разве что путешествовать. Как клиент, да? Да, да, я как клиент абсолютно. Ты путешествуй и снимай блог. Опять же. Сейчас, да, это очень модно, я смотрю. Но это нужно с собой, не знаю, кого-то возить, наверное, чтобы кто-то снимал. В Новый год ты собираешься куда-нибудь отправиться, вот в новогодние каникулы? Надеюсь на работу. У нас цены, точнее сказать. Ну, скажем так, после этого. Я, как правило, отмечаю Новый год в кругу семьи, а потом еду и уже дарю настроение другим людям. А после Нового года я, наверное, полечу в Ереван как раз потому, что там готовится моя коллекция, и мне нужно процессы контролировать. Ох, у тебя будет работа, да, громадиня, когда будет отмечать, праздновать. Да, поэтому я, скорее всего, после Нового года на январь запланировала поездку в Ереван. Очень хочется с тобой еще поговорить про твои отношения, к Новому году твои воспоминания, но придется нам это сделать чуточку попозже, а сначала что, мы поем, да? Правильно? Мы споем. Поем. Следующий номер программы называется... А я вот думаю, русскую или зарубежную спеть? Давай, наверное, зарубежную. Зарубежную и за финалем русской, да? Да. Да, давай. Давай, потому что у нас русскоязычные-то есть в эфире, а зарубежных не так и много, понимаешь? Кстати, англоязычные песни я тоже буду выпускать обязательно. Да, а по правам там все нормально? Как вообще? Как это делается? Расскажи. А как? Все права мне принадлежат. Это же ее авторство. Это моего автора, соответственно. Все, я понял. Я просто думал, какие-то кавер ты хочешь выпускать. Нет, сегодня звучат исключительно мои собственные песни. Никаких каверов. Все свое. Все свое принесло с собой. Молодец, да. Автор-исполнитель. Ох. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сказать феноменально это промолчается. ДимаTorzok 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 А может быть, и как актриса? Ну, конечно, посмотри, ну, правда, очень красивые. Глаза невероятной красоты нужны. Все будет непременно. Ты же умеешь планировать, ты же умеешь мечтать, знаешь, все, значит, все исполнилось. Я знаю, как это делается, да? Молодец. Мы очень тебе благодарны. Ребята, спасибо огромное вам, потому что то, что вы сегодня подарили всем нашим зрителям, слушателям, да и нам с Романом тоже, это такое очень большое, красивое и надолго запоминающееся. Но предупреждаем все равно, надолго мы вас не отпустим. Будем начинать зазывать уже с начала наступления нового года. И мы с огромным-огромным удовольствием придем, потому что, действительно, для нас это огромное удовольствие сегодня быть здесь, для меня лично и общаться с вами, с такими светлыми, солнечными людьми. Спасибо. Правда, такое тепло от вас идет, мне очень приятно. Это мы отражаем тебя. Между прочим, хочется вообще артистам сказать, занимайте даты в концертном зале, потому что скоро у нас здесь будет концертное залище огромное. Да. Так что торопитесь. Что мы будем слушать под занавес? У нас есть замечательная песня, которая называется «Ревнуешь к музыке». Вот, музыку написала я, текст написала Лилис Булакян. Как струна, оборвавшись, наш вечер остыл, И обидой нежданной мне сердце пронзил. Этот вечер, которого ждали вдвоем, Но опять странной ревностью ты опьянен. Меня ревнуешь к музыке, 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 И ноты рассыпаются, музыке, музыке. Я не могу без музыки, музыки, музыке, И без твоей любви, без твоей любви. Ты угольник любовный, развел по углам, Это я, это ты, ну а музыка там. Но зачем это все, ты ведь знаешь ответ. Там, где я без тебя, там и музыки нет. Меня ревнуешь к музыке, 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 И ноты рассыпаются, усык на бусинки. Я не могу без музыки, 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 И без благей любви, без благей любви. Меня ревнуешь к музыке, 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 И ноты рассыпаются, усык на бусинки. Я не могу без музыки, музыки, музыке, И ноты рассыпаются, усык на бусинки. Я не могу без музыки, музыки, музыке, И без твоей любви, без твоей любви, без твоей любви. И без твоей любви, без твоей любви. И без твоей любви, без твоей любви, без твоей любви.